Звездного времени суток вам, граждане! Добро пожаловать на наш 46 выпуск. С крайнего выпуска Колин Олдевс мы узнаем. Какое будущее у астероидного поля и планеты Арккорп, что не так с маневровыми двигателями, о возможных новых концептах, о новой анимации с оружием. Поэтому, если вы хотите получать свежие новости и слухи по Star Citizen, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить наш очередной выпуск. Итак, начнем мы с планеты Арккорп и астероидного поля, которое расположено между нею и Крусайдером. Как сообщили нам ЦИГи, астероидное поле и сама планета являются раздельными объектами. Сначала они намерены создать планетарные объекты в системе. На данный момент пояс астероидов второстепенный и мы не сможем его увидеть в первом релизе Арккорпа. Основная проблема в астероидах сделать их внешний вид реалистичным. Сложность заключается в том, что на данный момент отсутствует такая технология и ЦИГи планируют ее создавать. Они однозначно заявили, что кольцо астероидов будет идти в дорожной карте отдельным объектом уже после выхода Арккорпа. Как ранее уже говорилось, маневровые двигатели намного мощнее, чем хотелось бы разработчикам. Но как в космосе, так и в атмосфере маневровые двигатели работают одинаково. В космосе, когда вокруг темно, вы можете видеть след от маневровых двигателей. Но на планете вы можете этого не заметить из-за освещения. След попросту теряется в светлом окружении. Некоторые корабли имеют особенности при полетах в атмосфере. К примеру, реклеймер и реталлятор. Когда на этих кораблях входишь в атмосферу или выходишь из нее под неправильным углом, то происходит сваливание. В любом случае, циги собираются разобраться с маневровыми двигателями, так как сейчас маневренность в полете диктует мощность двигателей, которая выше, чем они рассчитывали. В этом году мы точно не увидим концепты некосмических летательных аппаратов, перемещающихся исключительно в атмосфере или амфибии по типу подводных лодок. На данном этапе циги не разрабатывают и пока даже не обсуждали существование таких концептов. Но это не значит, что их не будет в будущем. Также у нас будет возможность держать оружие в руках, но не держать его на изготовке. Что-то типа нейтральной позиции с оружием в руках. Как будто вы показываете, что вы вооружены, но не проявляете агрессии. Разработчики хотят сделать это в виде еще одного способа переноски оружия, кроме как на спине. Для искусственного интеллекта такой способ переноски будет очень важен, так как впоследствии циги хотят уйти от строго зеленых зон. Игрок должен будет знать, как охрана на него реагирует. На стороже они или спокойны и расслаблены. Данный способ удержания оружия будет говорить нам, что мы можем стать угрозой для искусственного интеллекта и он к этому готов. Дополнительно хочется заметить по отведению оружия в сторону, когда игрок наводит его на дружественного персонажа. Нечто подобное также будет реализовано и скорее всего мы увидим это в эскадриле 42, так как там точно будут дружественные NPC. Что касается Star Citizen, скорее всего данной функции не будет, так как постоянной вселенной любой может оказаться врагом. В целом это вся интересная информация из 11-минутного видео Calling All Deaths, о котором мы хотели вам рассказать. Напоминаем, в нашу организацию открыт набор граждан, поэтому если у вас есть желание присоединиться к нашей организации, мы готовы обсудить с вами детали. Не важно какой у вас корабль, главное ваше желание и адекватность. На сегодня все, спасибо, что были с нами. Если эта информация вам была интересна или полезна, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить важные новости в мире Star Citizen. Не забывайте о нашей акции, на которой 31.08.2018 года в 21.00.3 по Гринвичу мы разыграем апгрейд до Avenger Titan Renegade. Также регистрируйтесь по реферальному коду, который под видео и получите 5000 внутриигровой валюты. Субтитры создавал DimaTorzok